Всем привет, друзья! Ради такого видео я даже остался у своего кресла, на котором снял более 200 видео. Потому что я не могу так же мягко отзываться о данной ситуации, как другие тиктокеры и другие блогеры. Как вообще можно такой ситуации как-то мягко выразиться? Сегодня я расскажу про ситуацию с котом Твиксом. И расскажу вам то, насколько люди жестокие. И почему же все-таки люди на данный момент хуже животных. Погнали! Недавно случилась ситуация с котом Твиксом, который просто из одного города после операции ехал домой со своим хозяином в поезде. Сразу же могу сказать, у кота был свой билетик. Просто как минимум бы хозяина со своим животным просто бы не пустили ехать с одного места в другое. Просто он бы не прошел. Поэтому пришлось коту куплять тоже как билетик. И он просто был как пассажир. Но ночью случилась такая ситуация, что хозяева уснули. И котик просто выбежал из своего номера и бегал по поезду. Другие пассажиры жаловались на то, что просто какой-то кот бегает просто по поезду. И начали из-за этого негативно отзываться. Вообще, насколько конченые люди, что, блядь, просто бегает котик по вагону, а у них уже, блядь, приступит паники. Идиоты. Гениальная проводница, которая лучшим решением для излечения данной ситуации сделала не то, чтобы найти хозяина данного кота. Не то, чтобы кого-то сообщить с пассажиров, чей это кот и как он вообще тут оказался. Лучшее, что она решила сделать, это это в каких-то глушах. В минус 15 градусов мороза. Просто посредине поля выкинуть данного кота из вагона. Домашнего кота, у которого был свой билет, который был домашним, у которого был ошейник. Еще раз повторю на законном уровне, был пассажиром данного поезда. Она просто его выкинула. И буквально через несколько дней данного кота нашли убитым. Его загрызли собаки. Говорят, или же он замерз, или же его загрызли собаки. Судьба его уже была решена. Потому что кот домашний и как он выживет просто в минусовую температуру среди полей. Там, понятное дело, его бы в любом случае ждало бы смерть. В это время ЖД-компания просто вырезала глубочайшие извинения перед хозяевом. И решила внести изменения, получается, в свои правила. Чтобы не выкидать животных из вагона. Просто относиться к ним более внимательно и правильно. И если какое-то животное будет обнаружено в вагоне, сообщать это просто зоозащитникам. Но теперь просто не будут их как минимум выкидывать из вагона, блядь, среди полей в минусовую температуру. Но хозяин красавчик и не оставил это дело просто так. Я думаю, каждый бы из вас тоже пошел на такую ситуацию, если бы у вас случилась подобная ситуация с вашим любимым животным. Он подал в суд на данную проводницу. И на минутку петиция уже собрала более 200 тысяч подписей на то, чтобы ее уволили. И другая петиция, которая собрала более 100 тысяч подписей за то, чтобы ее просто посадили. С хозяином я согласен полностью. Потому что это его любимое животное, которое он еще вез после операции. И его просто взяли вот так вот и выкинули с поезда без какой-либо на то причины. За то, что просто котик ходил и людям это не понравилось. Что какой-то котик ходит по вагону. Это полный пиздец. И насколько нужно быть бесчеловечной тварью, как эта проводница, чтобы просто взять и выкинуть беззащитное животное. Ты ебаная туша огромная. Видишь маленькое животное? И лучшее твое решение это просто его выкинуть с вагона минусую температуру. Давайте просто представим похожую ситуацию. У вас есть какой-то ребенок, его просто берут и выкидывают между полей минусовую температуру. Вы скажете, наверное, ну блять заебись, ну наверное так надо было. Потому что животное это по факту как маленькие дети. Ты должен смотреть с ними глаз на глаз. Также, конечно же, здесь есть большая ошибка хозяев. Как вообще можно было оставить просто так животное без присмотра и вообще на него забить хер. Но в том, что меня больше разозлило, это то, как люди на это отреагировали. Люди просто считают, что как же можно так, чтобы просто из-за какого-то животного, из-за какого-то кота проводниться просто лишилась работы. Вы что, совсем ебанутые? Вы, человек, появились так же на этот свет, как тоже животное, как тоже кот. Таким же естественным способом. И вы имеете жить такое же здесь право, как это животное. А те люди, которые пишут, как же жалко проводниться, что из-за какого-то там кота она лишилась своей работы. Еще она говорила о таких больших проблем, она сама же виновата. А те, кто так пишут, я надеюсь, ваша судьба так же расположится, как и у этого кота. Но суть не в том, просто насколько люди жестокие и насколько они мрази, что настолько реагируют на эту ситуацию. Чисто лично мое мнение об этой ситуации, те люди, которые просто защищают данную проводницу, просто бежалки от вари. Просто считают жизнь животного за какой-то предмет и вообще ничего не стоящее. Как вообще можно так просто и так реагировать на эту ситуацию? А на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи и пока.